друзья всем огромный привет рад приветствовать на своем канале посвященному фотографии сегодня у нас распаковка и сборка софтбокса я сегодня получил софтбокс самый бюджетный самый простой вариант с алиэкспресс который обошелся мне в 24 доллара и вы не поверите доставка всего составила неделю потому что склад был в россии и буквально сегодня мне курьер принес его домой я был просто удивлен таким сервисом за такие деньги но давайте мы не будем спешить вот так софтбокс выглядит в упаковке я предлагаю распаковать собрать посмотреть как он выглядит она работоспособность мы его проверим в следующем видео ну что приступаем к распаковке и так друзья приступаем к распаковке внутри у нас лежит еще один сверток и вот такая коробочка упаковка нам больше не нужно и так давайте начнем с коробки здесь должна находиться сама непосредственно лампа надо отметить что коробка практически не пострадала немного смятый вот здесь вот есть угол но мы сейчас посмотрим не пострадали ли внутренности это самое главное давайте вот этот свертка мы пока отложим в сторону и посмотрим что находится в коробке ну элементы упаковки сама непосредственно лампа и кабель лампа находится в обычном полиэтиленовым шуршащим пакете ну коробочка тоже не пригодится теперь давайте посмотрим непосредственно саму лампу у меня такое ощущение что это керамика да похоже керамика не пластик но это уже здорово хотя по большому современные влад лампы они не греются но тем не менее тоже говорит о каком-то качестве ну что неплохая сборка не знаю насколько прочные качественные все вот эти вот зажимы это можно будет только проверить в процессе эксплуатации кабель не отстегивается это конечно минус ну а что вы хотите бюджетный вариант и релешка не знаю что это по идее здесь должен находиться в предохранитель или реле увеличения уменьшения мощности но здесь то все выглядит просто как какая-то заглушка возможно здесь должен стоять предохранитель но он отсутствует я не разбираюсь в этом кто знает что это для чего и почему она там отсутствует пишите в комментариях лампы я приобрел отдельно в леруа взял 4000 кельвин это не совсем холодный свет но и не совсем теплой хотя вообще фотографы пользуются чаще всего 5500 кельвин это считается оптимальным вариантом но такие лампы можно купить только в профессиональных магазинах а моя задача стояла купить бюджетный софтбокс и посмотреть на что он способен что собственно говоря я и сделал я его взял без стоечки потому что стоечка у меня есть от других ламп я буду использовать еще в комплекте можно было купить лампы типа кукуруза но на алиэкспресс очень странное описание написано 3000 тире там 5000 кельвин очень непонятно что все-таки придет тебе в итоге 3000 или 5 кельвин стоят они не очень дешево поэтому я решил за обойтись обычными лед лампами из леруа мерлен так давайте мы это сложим в сторонку и распечатаем теперь непосредственно сам софт как ни странно упаковка почему-то очень пыльная по крайней мере создаются такие впечатления когда ее берешь в руки надо же здесь чехольчик вот такой вот симпатичный чехольчик на липучке так чехольчик убираем сторону но вы знаете качество неожиданно хорошие швы прошиты аккуратно ну-ка и где торчат ниточки в некоторых местах и отдельно находится рассеиватель давайте раскроем рассеиватель посмотрим слушайте честно говоря я удивлен я думал будет намного хуже здесь тоже строчка ровненькая все прошито достаточно аккуратно материал синтетика вот видите все навалил в кучу теперь в камеру все не умещается давайте мы уберем камеру немного в сторону и приступим к сборке этого софтбокса мы в домашней уютной обстановке слегка потрескивает камин и вот наша лампа уже установлена на стоечку петличку я соединил чтобы она мне не мешала надеюсь вы меня будете слышать хорошо итак друзья вот такой вот софтбокс прямоугольный здесь находятся вот такие вот спицы давайте мы их пока еще теперь нам необходимо этот зонтик нацепить вот на эту лампу для удобства здесь сделано расширение которое крепится на липучке поэтому все достаточно просто должно быть по крайней закрепляем липучку отдыха заметил здесь даже 4 летучий один край спицы слегка промазан клей первая спицы готова вторая спица готова третья спица и четвертая и четвертая спица готова ничего сложного друзья теперь устанавливаем лампу лампочки стоят друзья нам осталось установить рассеиватель рассеиватель очень хорошо и легко устанавливается и по бокам на ребрах этого прямоугольника у нас присутствуют липучки для фиксации ну что включим и проверим это чудо китайской индустрии с обратной стороны у нас есть два выключателя который включает попали лампочек 1 и 2 как камера сработала сразу ну что друзья я сейчас уже вижу преимущество такого света большой свет как вы знаете он мягкий и несмотря на дешевизну этого девайса я надеюсь у меня выручит во многих ситуациях у меня сейчас здесь установлен вот такой вот источник света он к сожалению подходит не для всех ситуаций давайте мы просто навсего его заменим на новый софтбокс и посмотрим какая будет разница я на маленьком экране фотоаппарата пока не вижу сейчас разницы но надеюсь мы ее заметим ну и конечно нужно регулировать угол наклона угол выставления этого софтбокса на данном этапе говорить хорошим или плохой я не буду мне нужно все-таки его проверить в различных условиях в том числе я его планирую задействовать в предметной съемки в идеале я приобрел самый дешевый самый бюджетный вариант софтбокса с алиэкспресс и я хотел бы посмотреть а насколько интересный и красивый свет будет давать этот софтбокс а на этом друзья все если вы не подписаны на мой канал обязательно подпишитесь здесь вы найдете все что связано с фотографией и если вы любите фотографию любите ее снимать любите ее обрабатывать любите на выходе получать что-нибудь интересное если вы юзаете photoshop lightroom мобильный lightroom снапсид и другие мобильные приложения а также если вы хотите узнать продолжение про этот софтбокс и как он будет показывать себя на практике обязательно подпишитесь а если видео было для вас полезным поставьте лайк напишите комментарий это будет интересно всем кто смотрит этот ролик а на этом друзья все красивых вам фотографий творческих успехов восторженных зрителей всем пока и до новых встреч а если вы хотите узнать как этот софтбокс будет отрабатывать свои 24 25 долларов обязательно подпишитесь на мой канал потому что в следующем видео мы смог и не горит и и